Меня зовут Даша, я мама Кирюши. Ему сейчас 3 года 2 месяца. Мы были на лечении в Центр Биердавид в декабре месяце. Я хочу в этом видеоучёте поделиться нашими успехами. Но прежде всего хочу выразить огромную благодарность Давиду Юсефе, всем специалистам Центра за полученную помощь, за то, что мы также эту помощь продолжаем получать в виде дистанционного лечения, за то, что я вообще никогда не сомневалась, что именно здесь мы найдём верный путь. Спасибо за то, что огромное внимание уделяется родителям, их психологическому состоянию. Именно здесь я обрела ту необходимую психологическую помощь, обрела душевное равновесие, какое-то спокойствие, веру в будущее, и уже не говоря в помощи о каких-либо физических недугах. Вообще я хочу сказать, что все 3 недели в Центре, в Иерусалиме мы настолько себя чувствовали спокойно, комфортно, что как будто мы находимся у себя дома. Я себя так на родине в Казахстане действительно спокойно не чувствую. После первой недели лечения, Кирюша лёжа на лечении Юсефа также, у него зашевелилась, в общем, верхняя губа. Кто-то сейчас скажет, что он нанесёт вообще, да, но сейчас я объясню. Дело в том, что, ну, к своему стыду или незнанию, то, что это у меня первый ребёнок, я никогда не замечала, что у него отсутствует вообще подвижность мимических мышц на лице. Он никогда не хмурился, никогда не вытягивал губы трубочкой, никогда не делал удивлённое лицо. И, в общем, на лице как будто всегда была маска. Это я уже потом поняла, после уже слов Юсефы. И когда у него зашевелилась-то верхняя губа, она начала выдвигаться вперёд, даже не зашевелилась, а вот только первые движения такие. И Юсефа обратила моё внимание на это. Я действительно поразилась, поймала себя на мысли, что мой ребёнок этого никогда не делал. Позже, через несколько дней, он начал шевелить бровями, делать удивлённый взгляд. В один прекрасный день уже через месяц после очного лечения я просматривала фотографии. Там в самом начале была фотография профиля Кирюши, где Давид уже его подстриг, побрил, вернее, форму головы. То есть я фотографировала, чтобы потом сравнить. Но в конце лечения я как-то смотрела, и изменений я, конечно, не увидела. Но когда прошёл месяц, я увидела вот эту фотографию, посмотрела на Кирюшу, и я поняла, что форма головы однозначно изменилась. Я решила сфотографировать, сопоставила. Постараюсь сюда прикрепить фотографию, чтобы тоже было видно. И действительно это так. Форма головы изменилась, она стала более круглой, более правильной формы. Изменился как лоб, что ли. Он был раньше нависающий, огромный. Он как-то ушёл каким-то образом. Вообще сама голова стала меньше, потому что мы даже мерили дома шапки. Как это ни парадоксально, шапки были большие ему. Ну не прям большие, но было видно изменения. Вот в затылочной области произошли изменения. Там была отёчность, отёчность спала. Сам затылок даже изменился. Потом на фотографии этого не видно. Вот в височных областях тоже произошло изменение. Они как будто раскрылись. Тоже мне доктор Аркадий в процессе лечения говорил, что именно в височной области в процессе родов они были очень сильно зажаты. И, конечно, очень роды повлияли. Вообще они были очень тяжёлые. Если меня смотрят родители, которые думают обращаться в центр или не обращаться, я хочу сказать, не теряйте время, потому что это действительно та неоценимая помощь, которую вы не найдёте нигде. Мы с Тимофеем едем с больницы, с нейрохирургического отделения. Мы там пробыли 4 дня. Первое, что мне приходит в голову, когда я начинаю писать это видео, это чудеса Давида продолжаются. Это действительно чудеса, потому что 4 дня назад у нас Тимофей очень сильно упал. Он упал над мышью, ударился головой. Удар был очень сильный. Ребёнок сразу побелел. Он начал искать место голове. Я видела, что у него трясётся подбородок. Замечала, что он заглатывает слюну очень с трудом. И через 3 минуты я позвонила Давиду. То есть это первое, что мне пришло в голову, потому что скорая помощь у нас, ну, лично в нашем районе она не работает, скорая помощь. После того, как, вернее, я написала Давиду, потому что видела, что он не в сети, надо дать ему должное. Он сразу вышел на связь. Он сразу мне позвонил, спросил, что у нас, как обстояли дела. И начал сеанс. Во время сеанса у Тимофея потекла кровь из ушка, и я начала паниковать, честно. Но сеанс у нас продолжался 10 минут. Играла музыка. Вот я пыталась там что-то там восклицать. Но, тем не менее, мы дождались конца этого сеанса. И по совету Давида, это как травма была серьёзная, мы обратились в нашу районную больницу. Нас положили в нейрохирургическое отделение, сделали нам КТ. На КТ у нас был перелом основания черепа. Но к большой радости и тому же удивлению это было то, что у нас ни кровоизлияния, ни гематома, ничего не было. Все эти 4 дня Давид выходил с нами на связь, мы выходили с ним на связь. Он проводил с нами сеанс. Мы фильтровали препараты, которые нам давали врачи, потому что, я вам скажу сразу, что это было горстями. И я сама, имея среднее медицинское образование, понимала, что это не для моего ребёнка, это не для ребёнка со статусом, потому что у нас ДЦП, у нас постоянно проходят какие-то курсы реабилитации, мы что-то колем, что-то делаем. Но нас об этом никто не спросил. У них есть протокол у врачей, и им надо этот протокол отработать. Поэтому Давид нам фильтровал всё, что нам назначали. Мы там чисто наблюдались, и все удивлялись тому, что дитё моё 4-летнее скакало, прыгало. Каждый день приходили к доктора и говорили, как вы себя чувствуете? Я говорю, мы хорошо себя чувствуем. Выпишите нас, потому что мы вводим других в заблуждение. Что мы тут делаем? Но тем не менее, нас продержали 4 дня. Сегодня доктор нас отпустил. Но он сказал, что ещё наведываться, потому что им нельзя так отпускать просто детей. Он видит по состоянию, что ребёнок может ехать домой. Меня зовут Ольга. Хочу поделиться своими впечатлениями о дистанционном лечении с Давидом. На данный момент мая 2020 года. Моему сыну Ярославу 3 года и 5 месяцев. У врачей наблюдаемся с рождения. Нам поставили диагноз органическое поражение центральной нервной системы, сенсомоторную аллалию и РАС. Где-то в 3 года мы вызвали психолога на дом. Нам поставили неофициальный диагноз расстройства аутического спектра. Все мои страхи подтвердились. Психологическое, физическое моё состояние ухудшилось. Мне было это сложно принять. Принять это, жить дальше с этим. Ощущение постоянной боли в груди. То есть не дышать, не радоваться в полную силу я не могла. В интернете, совершенно случайно, в инстаграме у какого-то блогера я увидела в сториз. Даже не увидела, услышала фразу, что вот хорошие результаты дало лечение в центре Дер Давид. Я начала набирать в интернете. Даже не знаю, как это пишется. И нашла сайт, стала узнавать информацию, смотреть отчёты. Верила с трудом, потому что, конечно, в интернете везде написано аутизм излечим. Это не грипп, не вирус какой-то. Он просто так не пройдёт. Что меня, конечно, угнетало очень сильно. Но я решила попробовать. Мы связались с Давидом. У нас на данный момент прошло три сеанса. И очень удивительное впечатление даже от первого сеанса. Потому что ощущение просто, что тебя наполняет энергия. Удивительное впечатление, потому что потом целые сутки я просто была как электровеник. Я делала все дела. У меня всё получалось. Я была радостная. Муж просто ходил, смотрел на меня с восторгом. На данный момент есть надежда, есть перспектива. Это очень дорогого стоит, потому что теперь я просыпаюсь с радостью. Каждый день ценю то, что происходит. Потому что раньше у меня такого, конечно, не было. Улучшился сон. Раньше у нас с рождения плохой сон у Ярослава. Он спал беспокойно, соответственно, я спала беспокойно. Сон был поверхностный, неглубокий. На данный момент я засыпаю очень легко. Для меня это очень удивительно, потому что в течение трёх с половиной лет я, в принципе, у меня такое ощущение, что я не спала вообще. Сначала потому что он беспокоился, потом сильно я беспокоилась. Вот, сейчас я засыпаю, просто ложусь и засыпаю. Соответственно, и сплю, и высыпаюсь с утра. Я встаю нормально. То есть у меня ощущение, что я отдохнула, набралась сил, всё хорошо. Я хочу сказать огромное спасибо Давиду за внимание, уделённое нам, за усилие. Потому что, на самом деле, это вот, может быть, там сильно будет сказано, но возвращение к жизни. Огромное спасибо. Теперь всё, на самом деле, очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!